Как вы думаете, сколько загородных домов было у Сталина? Кто-то говорит 20, кто-то настаивает, что не менее 70. До сих пор точно неизвестно. Многие архивы все еще засекречены, и тема госдач окутана множеством тайн. Самая популярная дача в Кунцево, так называемая ближняя дача, куда Сталин ездил отдыхать после работы в Кремле, где и умер в марте 1953 года. Но рассказывать об общеизвестном не в нашем духе. Мы не в Москве и даже не в России. Это Абхазия, друзья. И где-то там, за этим лесом, находится самое заветное место отдыха товарища Сталина – Холодная речка. Холодная речка. По-абхазски Багрыбста. Это небольшой поселок рядом с Гагрой. Свое название он получил благодаря вот этой маленькой речке, которая даже в сильную жару остается обжигающей ледяной. Это одна из самых холодных рек на побережье Кавказа. Я сам родом из Абхазии. Много раз проезжал мимо этих мест, но никогда не видел и даже не слышал о секретной даче Сталина Холодная речка. А все потому, что этот секретный объект тщательно скрыт от посторонних глаз и окутан легендами. Мы первые, кто делает фильм об этом уникальном месте. И сегодня мы узнаем, правда ли, что объект номер 18 буквально стоит на костях заключенных? Правда ли, что любимое место отдыха Сталина в любой момент может взлететь на воздух? И правда, что Сталин здесь чудом избежал смерти. Причем дважды. Все это, конечно, не факт. Ну что, вперед в прошлое! Высокая политика без лишних затрат. Одним выстрелом убил сразу трех зайцев. И это все практически даром. Чего боялся главный архитектор дачи Сталина? И тут начинаются тайны. Садоводство по-сталински. Я готов вырвать все, на что показывает хозяин. И кто пытался убить вождя на отдыхе в Абхазии? В этой истории есть несколько несостыковок. С 1929 года Сталин, а также его ближайшие соратники, Буденный и Ворошилов и Бея, взяли за привычку ездить на охоту в Абхазию. Каждая такая охота заканчивалась неформальными застольями, которые организовывал некто Нестор Лакоба. В то время этот человек возглавлял Абхазскую республику и очень старался угодить Иосифу Виссарионовичу. Он буквально смотрел вождю в рот, предугадывая его малейшие пожелания. Из сохранившихся документов создается впечатление, что Лакоба своего добился. Сталин со свитой стал в Абхазии постоянным гостем. Апофеозом усилий Нестора стало постановление 31 декабря 1931 года о развитии курортов Закавказской республики, по которому Абхазия превращалась в зону отдыха высших государственных чинов. Но на тот момент Абхазия была не очень подходящим для этого местом. В начале 20-х тут одна за другой вспыхивали эпидемии малярии, а сама территория была крайне криминогенной зоной. И с этим нужно было что-то делать. К моменту выхода постановления о развитии курортов на территории Абхазии уже был введен в действие план по истреблению бандитских групп. Зачистки были массовыми. Под них подпали все, кто вызывал хоть малейшее подозрение в неблагонадежности. И к новому 1932 году сотрудники ОГПУ уже отчитывались о выполненной задаче. Следом начались масштабные миллиардативные работы по истреблению малярийных комаров. Для этого на территорию республики из-за границы завезли два вида рыб, которые просто-напросто съели комариные личинки. Кроме того, была проведена массовая высадка эвкалиптов и других деревьев, способных снижать уровень влажности почвы. Тем самым удалось предотвратить появление новых очагов размножения насекомых. Довольно быстро проблема с малярией была решена, и в январе 1932 года Совет народных комиссаров СССР издает постановление о строительстве под городом Гагра государственной дачи Холодная речка. Смотрите, как интересно получается. Взаимовыгодный обмен на государственном уровне. Сталин получил великолепное место для отдыха, защищенное со всех сторон. А Лакоба одним выстрелом убил сразу трех зайцев, устранил бандитизм, справился с малярией и сделал из Абхазии райский уголок. И это все практически даром. Ну, не считая затрат на охотничьи застолья. Вот это я понимаю, высокая политика. Вот это звонок. На руку Лакобе сыграло и то, что кремлевские врачи в один голос рекомендовали Абхазию как идеальное место для поддержания здоровья вождя. Уникальный мягкий климат, воздух с легкой цитрусовой кислинкой, наполненной ароматом кипарисов и солеными брызгами моря. Сталину, не признававшему таблетки, такой рецепт здоровья очень понравился. Долго тянуть не стали. В январе решили, а в марте приступили к стройке. И тут начинаются тайны. Первая тайна связана со строителями. Многие источники утверждают, что холодную речку строили сотни заключенных, которых сразу же по окончании работ здесь же и расстреляли из соображений безопасности. Но доверить сверхсекретный объект особой важности зэкам сомнительно. Я провел пару дней в архивах, и выяснил кое-что интересное. Как оказалось, в начале 30-х годов инженерно-строительный отдел, который, по идее, должен был отвечать за строительство, был, прямо скажем, в неважном состоянии. Не было техники и квалифицированного персонала. Доводить отдел до ума заняло бы слишком много времени. Действовали по старой отработанной схеме. Госдачу номер 18 строили доблестные бойцы Красной Армии, а именно рядовой состав РККА. Затраты были минимальны. Солдаты жили в палатках, питались армейскими пайками, ну и работали почти круглые сутки. Между тем, работы на холодной речке предстояли крайне сложные. Площадку для госдачи подготовили не на вершине скалы, а вырубили в центре каменного массива. Строить даже примитивные объекты здесь было опасно из-за высокой вероятности оползней и землетрясений. При этом, кроме самого дома, требовалось построить и сложнейшие коммуникации. От канализации до узла правительственной связи и отдельной электростанции. По этому строительству предшествовали тщательные расчеты. Как укрепить скальный грунт, какие сваи использовать и насколько глубоко закладывать фору. Достоверно известно, что место для будущей дачи Сталин выбирал лично. На прогулочном катере он объезжал и осматривал местные красоты. Его внимание прилегла скала, со всех сторон окруженная непроходимой чащей. Неприступность этого места и сыграла решающую роль. Кто и как строил любимую дачу Сталина? Кто играл генсеку на черном рояле? Его в 37-м году Сталину подарил, как вы думаете, кто? Покушение или диверсия? Он хотел выслужиться перед хозяином, доказать свою преданность делу и самому Иосифу Виссарионову. Главный архитектор проекта Мирон Миржанов, увидев площадку для строительства, схватился за голову. В этой части Абхазии нередки сильные землетрясения, а рыхлые скальные породы вообще не предназначены для массивных построек. Говорили, что Миржанов пытался убедить Сталина передумать, не рисковать. Но это неправда. Миржанов побоялся вызвать гнев вождя и молча взялся за строительство. Он был уверен, что дом простоит максимум пять лет, после чего просто рухнет с обрыва. Но его прогнозы не оправдались. Дача Холодная речка и по сей день крепко стоит на своем месте. По окончанию строительства стало понятно, Холодная речка – это неприступная крепость. Высота над уровнем моря – 190 метров. С фронтальной части – отвесная скала. С тыла – непролазные леса с тропическими лианами, ежевикой и колючим шиповником. При строительстве использовались самые передовые на тот момент технологии. Пригнали новейшую немецкую технику и вбили в скальный грунт несколько железных свай. Здание строили из газосиликатных блоков. Это уникальный материал, он значительно легче обычных бетонных блоков, при этом очень прост в обработке. И кроме того, он обладает отличными звукоизолирующими свойствами. За безопасность Сталина отвечал безоговорочно преданный вождю глава его личной охраны Николай Власик. Это был не просто телохранитель. Власик проверял всех и каждого, кто появлялся на пороге холодной речки. Он заставлял прислугу передвигаться по дому максимально бесшумно и не беспокоить хозяина. Власик лично пробовал приготовленную для Сталина еду, а также сопровождал его во всех без исключения поездках. Когда я зашел на территорию, мне сразу бросились в глаза эти фонари. Почему они расположены так низко? Ответ меня, конечно, поразил. Чтобы их не было видно с моря, но и маленький луч незаметен с воздуха. Все гениально и просто. Безопасность Сталина была первоочередной задачей. Именно поэтому из всех ближайших населенных пунктов были выселены все подозрительные и неугодные. Сам дом, как и все остальные госдачи, выкрашен в зеленый маскировочный цвет. Добавьте сюда 10 рядов колючей проволоки, отряды НКВД и личную охрану, и картинка у вас сложится. Здравствуйте. Знакомьтесь, Эдуард Айвазян, начальник охраны госдачи «Холодная речка». Именно благодаря ему мы оказались здесь и можем увидеть все своими глазами. Безопасность вождя обеспечивала огромное количество людей. По периметру было выстроено пять колец охраны. Чем ближе кольцо к дому, тем выше ранг охранников. В первом кольце службу несли полковники и подполковники, во втором майоры и так далее до рядовых. Впервые Сталин приехал на дачу «Холодная речка» летом 1933 года. С того момента эта резиденция стала любимым местом отдыха вождя народов. Он приезжал сюда дважды в год за редким исключением, когда по каким-то причинам предпочитал госдачу в Сочи. В общей сложности Сталин был на «Холодной речке» более 20 раз. Поэтому неофициально эта дача проходит под номером 2, уступая по популярности только кунцевской резиденции. На самом деле здесь все продумано. Нет ничего лишнего или случайного. Вот, например, мягкая мебель. Мягкая мебель сделана из специальных, внимание, пули непробиваемых материалов. Вы хоть представляете себе, пули непробиваемые, диваны и кресла. Дальше интереснее. Вся внутренняя отделка выполнена из дерева. Было использовано более 30 пород ценной древесины с отсорбирующими свойствами. Что это значит? Это значит, дерево впитывает всю лишнюю влагу, оставляя комфортную влажность в помещении 40-60%. Вдумайтесь, дом со встроенным климат-контролем. Интересный факт. Во время Великой Отечественной войны, несмотря на то, что вражеская авиация постоянно вела разведку над Холодной речкой, немцы не догадывались о существовании этого секретного объекта. Госдача номер 18 была надежно скрыта даже для аэрофотосъемки. Дополнительную защиту обеспечивала маскировочная сетка, натянутая над крышей комплекса. Взрывоопасная дача. С того дня объект номер 18 стоял в прямом смысле слова на бомбе. Быстрый путь к отступлению. Подземный ход вел прямо к морю. И чем заканчивается дружба со Сталиным. Начал опасаться за свою жизнь, и не зря. 9 сентября 1942 года. Приказ народного комиссара внутренних дел Лаврентия Берия. Совершенно секретно. Ввести в действие план по минированию холодной речки и еще двух государственных дач в этом регионе. План предусматривал в случае тревоги моментальное и полное уничтожение объектов одним нажатием кнопки. Заряды устанавливались непосредственно в фундамент. Причем некоторые элементы были неизвлекаемыми. Это на тот случай, если вдруг кто-то захочет помешать задуманному. С того дня объект номер 18 стоял в прямом смысле слова на бомбе. Такие меры принимались по отношению к объектам высокой значимости. Так в Москве с осени 1941 года было заминировано около полутора тысяч зданий. И при угрозе оккупации власти были готовы сравнять их с землей, но ни за что не сдать врагу. А дальше снова начинаются тайны. Взрывчатку с территории Холодной речки спустя годы вроде бы убрали, но нет ни одного документа, подтверждающего это. Единственная запись сделана со слов Павла Судоплатова, начальника 4-го управления НКВД. И это очень странно, ведь в советское время указы и постановления сопровождали любое маломальски значимое действие. Как бы то ни было, с 1943 года дача Холодная речка считалась разминированной. Правда, в 1953 году был поднят вопрос о качестве проведенных саперных работ. Но ответственность за это никто на себя брать не захотел. Так что, возможно, и до сих пор Холодная речка таит в себе много взрывоопасных сюрпризов. Но и на случай взрывов, и на случай бомбежки здесь было предусмотрено все, абсолютно все. Казалось бы, неприметный уголок на веранде, да? А нет. Добро пожаловать. Вот тут, под нашими ногами, находился вход в безопасный бункер, бомбоубежище. Сейчас, конечно, он забетонирован, вход. Вот видите, бетонная плита. Но на стенах отчетливо видны следы лестницы, которая вела с верхних этажей прямо в безопасное помещение. А уже из бункера подземный ход вел прямо к морю, где на небольшом отдалении от берега вождя всегда ждала подводная лодка. Вот такой вот безопасный путь к отступлению. Защищенный подземный командный пункт, бункер, строился на любой госдаче. Каждый бункер был оборудован средствами связи с внешним миром, защитой на случай авианалета, а также запасом продовольствия на несколько лет. Некоторые бункеры имели такие широкие коридоры, что по ним можно было свободно передвигаться на автомобиле. К сожалению, сегодня уже не узнать, как выглядел бункер под холодной речкой. Как не узнать и причину, по которой его залили цементом. Стекла сделаны из чистого хрусталя. Благодаря этому даже в сильную жару в помещениях сохранялась комфортная прохлада. Сейчас мы с вами находимся в столовой. Стол всегда накрывался на несколько персон, даже если Сталин был на даче один. А знаете почему? Потому что у вождя не было своего места за столом. Он мог сесть куда угодно. Ванны и комнаты Сталин предпочитал аскетичные, чем-то напоминающие душевые в пионерлагерях. А саму ванну делали чуть короче стандартной. Под небольшой рост знаменитого диктатора. О, знаменитый черный рояль! Его в 1937 году Сталину подарил, как вы думаете, кто? Адольф Гитлер. Подарок он передал через Молотова, ну а Сталин велел перевезти инструмент сюда, на холодную речку. И в этом поступке был смысл. Ведь тогда у вождя был бурный роман с оперной певицей Верой Давыдовой, которая чистенько приезжала на эту резиденцию в перерывах между своими гастролями. Ну, не без замурных дел. Именно такую версию можно найти в книге мемуары любовницы Сталина, которая вышла за рубежом. Однако сама Вера Давыдова до конца жизни не признавала связи с вождем. Возможно, ей было что скрывать, ведь она была замужней женщиной. Вы заметили, что почти в каждой комнате этого дома есть кровать? Все они предназначались для вождя. Сталин принципиально не спал в одной комнате две ночи подряд. Более того, он мог лечь в одной комнате, а утром выйти из другой. Точное местонахождение вождя не знал никто, кроме начальника его личной охраны. То, что Сталин панически боялся покушений, – общеизвестный факт. И это было не зря. С этим местом связаны две истории о покушении на жизнь товарища Сталина. Первый раз это случилось во время морской прогулки. Катер, где находился Сталин и несколько человек его личной охраны, был обстрелян с берега. Покушение? Не факт. Возможно, никакого покушения и не было. Просто пограничник, человек крайне ответственный, действовал по уставу. Он увидел катер, неопознанный катер, который фланирует вдоль берега. Он выхватил ружье и произвел несколько выстрелов. К счастью, ни катер, ни его пассажиры не пострадали. Но в этой истории есть несколько несостыковок. Во-первых, катер был речной и не был предназначен для морских прогулок. Во-вторых, пограничник не мог не увидеть правительственных номеров на судне. И в-третьих, горе-убийцу сразу после инцидента отпустили, не задав никаких лишних вопросов. Это было очень странно для того времени. Наиболее правдоподобная версия, что это была диверсия, организованная Генрихом Ягодой, главой НКВД и шефом пограничной службы. Это он предоставил совершенно неподходящий катер. И он же покрыл горе-убийцу, чтобы самому выйти сухим из воды. Странно все это. Но еще интереснее история со вторым покушением. В 1933 году по дороге на озеро Рица, что в 70 километрах от холодной речки, Берия вдруг остановил правительственный кортеж и попросил Сталина пересесть в другую машину. Просьбу свою он объяснил профессиональным чутьем. Как только кортеж въехал на мост через реку Ла-Шупсе, настил обвалился, и автомобиль, из которого только что пересел Сталин, ушел под воду. Многие сходятся во мнении, что произошедшее было подстроено самим Лаврентием Павловичем. Он хотел выслужиться перед хозяином, доказать свою преданность делу, ну и самому Иосифу Виссарионовичу. Но! И тут есть несколько несостыковок. Я опять пошел в архив и узнал, что в 1933 году никакого моста в этом месте не было. Его построили гораздо позже. А имевшаяся дорога позволяла ездить только верхом. И то не везде. Прямо или косвенно Холодная речка связана со многими человеческими судьбами. Прямо здесь, в дачном кинотеатре, Сталин устраивал просмотры нового советского кино и выносил вердикт, будет фильм в прокате или нет. Иосиф Виссарионович отличался взрывным характером и крайней непоследовательностью. Никто не мог предугадать, что будет с фильмом, с его создателями и актерами. Всего одно слово. И ты либо на Олимпе, либо в глубокой опале на долгие годы. То же самое касалось его друзей и соратников. В любой момент любой из них мог стать неугодным. С пребыванием Сталина на Холодной речке связывают и таинственную смерть Нестора Лакобы. Того самого главы Абхазии, который стал инициатором строительства уникальной дачи. Дружба с вождем оказалась лишь видимостью. Лакоба стал неугоден сразу после того, как дача номер 18 была построена. И с этим тоже связана целая легенда. Это случилось летом 1933 года. Иосиф Сталин и Несер Лакоба выходили из глубины сада навстречу Берии. И тут вождь кидает неожиданно загадочную фразу. Этот дикий кустарник мешает моему саду. На что Берия ответил не менее загадочно. Я готов вырвать все, на что показывает хозяин. С этого момента Лакоба начал опасаться за свою жизнь. И не зря. Он неоднократно говорил об этом своей жене. И ровно через три года он умирает от сердечного приступа. Казалось бы, рядовой случай. Но врач, который выдал заключение, что глава Абхазии был отравлен, быстро и окончательно исчез. По сфабрикованным обвинениям были устранены все, кто имел отношение к строительству дачи номер 18. Главный архитектор Миржанов объявлен врагом народа и отправлен в лагеря на 10 лет. Карл Паукер, бывший начальник личной охраны Сталина, ответственный за безопасность строительства дачи, обвинен в подготовке покушения на вождя и расстрелян. А вместе с ними лишились жизни еще десяток людей, посвященных в тайны холодной речке. Мое расследование подошло к концу. И что я успел узнать? Никаких заключенных при строительстве дачи номер 18 не было и не могло быть. Это факт. Я не нашел подтверждение тому, что резиденция была полностью разминирована во время войны или после нее. Безопасно ли здесь? Не факт. Два покушения на Сталина оказались диверсией и вымыслом. И это тоже факт. А еще факт, что холодная речка, несмотря на свое темное прошлое, уникальна и фантастически красива.